Друзья, если вы смотрите это видео, очень вероятно, что скоро вы будете покупать часы. Не переживайте, я вас прикрою. Сегодня я оглашу 21 пункт, на что нужно обратить внимание при выборе часов. Господа, чтобы было проще, я расположил все эти пункты на одной PDF-странице, ссылка на которую будет в описании. И после этого видео забирайте, это ваше. Итак, первое, почему вам нужны часы? В наши дни не обязательно их иметь, у вас есть телефон. Но многие парни становятся обладателями часов, и обычно у них есть причина. Вам нужно определиться с причиной. Потому что необходимость? Может вы профессионал, для которого очень важно контролировать время. Поэтому вам нужны очень функциональные, практичные, прочные часы. Или же вам нужны часы, которые выглядят великолепно. Или же вы хотите купить вещь, которая станет семейной реликвией. Неважно, что это. Знаете, почему вы покупаете часы. Далее, определитесь, какой тип часов вы хотите купить. Вы будете покупать механические? Или вы хотите купить кварцевые? Или вы хотите ходить со смарт-часами? Вам нужно сузить ваш выбор, потому что их миллион. Хотя бы определитесь с типом часов. Далее, поговорим о стиле часов. Итак, вы определились с типом часов. Но что насчет стиля? Тут их большое разнообразие. Вы можете присмотреть спортивные, часы для дайвинга, классические, полевые, авиаторы, гоночные и смарт-часы. Далее, какие конкретные характеристики часов вам требуются? Насколько водоустойчивые? Нужен ли клапан сброса давления? Нужен ли вам будильник? Нужно ли знать время во всем мире? Нужно ли знать температуру? Определитесь с тем, что вам нужно, и у вас будет ряд часов, из которых можно начать сокращать выбор. Таким образом, вы сужаете выбор, и вам становится легче определиться с часами мечты. Поговорим о наворотах. Все, что делают часы, кроме показа времени, это следствие усложнения аналоговых часов. Мы увидим здесь как кварцевые, так и механические часы. И здесь много вариантов, как усложнить их. На хронографе есть собственные усложнения. Тут и фаза луны, и непрерывный календарь. Но это добавляет сложность часов, что зачастую повышает их цену. Далее, вам нужно принять решение, идти за новыми или уже бывшими в употреблении. Если вы покупаете новые часы, вы первый человек, который ими владеет. С ними не должно быть никаких проблем, вы получаете на них гарантию. И вообще, вы первый обладатель часов, который создает историю этих часов. И для многих людей это важно. Вот почему они тратят большие деньги на дорогие часы. Но, может быть, у вас нет больших денег, и вам нужны люксовые часы по приличной цене. Возможно, им уже 20 лет, они прошли через несколько хозяев. Есть проблемы, которые приходят с поддержанными часами. Хотя, если вы знаете, что делаете, иногда можно найти предложение. А теперь поговорим про деньги, деньги, деньги. Какие вы можете себе позволить? Какой ваш бюджет? Итак, первая категория – от сотни до тысячи долларов. Широкий диапазон. Тут вы найдете все виды часов, и отсюда начинает большинство. Итак, от тысячи до десяти тысяч. Это люксовые часы. Зачастую такие часы сделаны из драгоценных металлов. У них уже есть имя. Они сделаны на авторитетных заводах, у которых просто высокая репутация. Далее, свыше десяти тысяч. Обычно в таких часах есть драгоценные камни. Это очень дорогие, очень редкие, ограниченного производства. Очень дорогие часы. Далее, поговорим о покупке часов как инвестиции, или вы покупаете их для себя. Если вы покупаете часы для перепродажи и пытаетесь заработать на них, это не входит в наш список. И с этим нужно быть осторожнее. Убедитесь, что вы знаете, что делаете. Большинство людей, которые начинают этим заниматься, теряют свои деньги. И очень мало людей, которые делают деньги на перепродажи. Если вы покупаете часы только для себя, тогда тут больше играют эмоции. Если вы будете их перепродавать, вы потеряете деньги, но это не важно. Потому что эти часы принесли радость, вы их любили. Далее, бренды. И бренды важны по нескольким причинам. Первое, это история бренда. Любой коллекционер часов не только расскажет о своих любимых часах, но и о бренде и всей его истории. Далее, контроль бренда за качеством. Одни бренды делают это лучше других. У некоторых потрясающий контроль качества, у других поскольку постольку. И разница между этими брендами огромная, особенно для коллекционеров. Далее поговорим об официальной печати. Итак, самую главную печать, которую нужно увидеть, это Женевская печать. Это сертификация качества и оригинальности. Такая печать наносится на механизм особенных часов, и это много значит. Это знак соответствия швейцарским законам, что гарантирует строгий контроль соответствия всем правилам. Если у дорогих часов нет Женевской печати, это не означает, что они плохие. Далее, друзья, где вы живете? Если у вас есть доступ к дорогим часам, помирите их. Посмотрите, как они смотрятся на запястье. Если вы живете в Нью-Йорке, Чикаго, если вы живете в Швейцарии, это хорошо, потому что вы можете пойти прогуляться по многим магазинам и увидеть, как сидят часы на запястье. И это важно, особенно, когда вы тратите большое количество денег. Что же делать, если вы живете в маленьком городе? Я знаю, у меня самого такая проблема. Я живу в городе, где живет тысяча человек. Что я делаю? Когда я путешествую, я всегда делаю остановку и хожу по магазинам в этом городе. Например, по Чикаго или Лондону. Далее, где вы будете их покупать? Если вы будете покупать напрямую у официального представителя или у производителя, это здорово. Вы заплатите больше, но получите спокойствие, зная, что у вас есть гарантия от производителя. И есть серый рынок, как, например, Амазон, Эбэй. Тот рынок, где вы покупаете не у производителя или официального представителя. Главное понять, если вы покупаете часы у официального дилера, вы получаете прямую гарантию от производителя. Если покупаете на Амазоне, требовать гарантию нужно там. Далее поговорим о типе механизмов. Механизм находится внутри часов, который заводится ручкой. Это внутренности часов, и поймите, это очень важно. Итак, вы можете увидеть швейцарский механизм, один из самых лучших. Японский механизм, очень хороший, особенно в кварцевых часах. Но и в механических часах он хороший. Теперь поговорим о часовом стекле. Если вы увидите минеральное стекло, это хорошо. Если стекло сапфировое, это шикарно. И вдобавок, в идеале должно быть антибликовое покрытие. Это важно, когда вы захотите посмотреть время, чтобы солнце вам не мешало. Теперь поговорим о весе. И здесь нет правильного ответа. Это зависит от функционала. Часы для активного отдыха. Они должны быть легкими. Я возьму их в поход на 80 километров. Но часы, сделанные из драгоценных материалов, как золото или платина, нужно, чтобы они весили больше, чем металлические. Это знак качества. Далее поговорим о подсветке. Если вам нужно смотреть время ночью, убедитесь, что подсветка работает правильно. Светит так, что вам видно время. Не у всех часов есть лампочка, но у большинства есть люминисцированный циферблат. Выключите свет и посмотрите, как он работает в темноте после воздействия света. Еще на что вы должны обратить внимание при поиске качественных часов? На застежку. Тут она одиночная, и это неплохо. Но зачастую у дорогих часов двойная и даже тройная застежка. Еще один небольшой знак качества, который вы должны увидеть – винты в звеньях браслета. Когда вы их видите, это хороший знак. Теперь поговорим о корпусе часов. Корпус часов – это дом для их механизма. Вы должны убедиться, что корпус чистый. Посмотрите на отделку часов. Я могу вам сказать, если корпус выглядит очень хорошо, это весомый признак хорошего качества. Поговорим о материалах. При создании часов используется множество материалов. Вы встретите часы, сделанные из стали и кожи разного качества. Часы, сделанные из стали высокого качества, а также из белого золота. И смесь стали и золота. И золото особенное, специфичное для данного бренда. Господа, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Если вы новенький на Realman Real Style, присоединяйтесь к сообществу. Нажмите на кнопку «Подписаться», на колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые видео. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии.